Михаил Дегтярёв встретился с представителями региональных СМИ, обсудил болевые точки отрасли и то, какими он видит взаимоотношения правительства и средств массовой информации. Подробности далее. Медиаотрасль сейчас переживает сложные времена из-за падения рынка рекламы. Доходы телекомпаний и издательских домов упали более чем на 60%. Михаил Дегтярёв поблагодарил те средства массовой информации, которые, несмотря на кризис, сохранили штат сотрудников и не сбавили темпов работы. Со своей стороны выразил им поддержку. Мы обязательно это обсудим с комитетом информационной политики и, как он правильно у нас называется, и массовым коммуникациям. И меры выработаем обязательно. Мы не можем допустить, чтобы отрасль у нас завалилась, и люди потеряли возможность получать информацию. Главы телекомпаний, печатных и интернет-СМИ рассказали о сложностях работы в условиях информационных войн, которые разыгрались в крае в последние пару лет. Некоторым редакциям отказывали в комментариях ответственные лица. А это недопустимо, так как до населения необходимо доносить достоверную информацию от проверенных официальных источников. В противном случае в медиасреде рождались слухи. Тут действительно раскачались ситуации, в том числе и через интернет. И зачем-то противопоставляли федеральный центр и краевую власть. Зачем это делалось, мне не очень ясно. Потому что и глава государства, и правительство внимание краю уделяли. И уделяют, и будут уделять. Независимо от того, кто здесь губернатор. Михаил Дегтярев сказал, что готов к диалогу со СМИ, в том числе к самым провокационным и неудобным вопросам. Анастасия Незнанова, Смотри Хабаровск. Вообще, две мысли у меня появились после просмотра этого сюжета. Первое, что, наконец, может быть, информационные войны, те самые, которые уже очень сильно поднадоели, все-таки закончатся. Но второе, это вот те самые неудобные вопросы, которые мы будем готовить и ждать Михаила Дегтярева в нашей студии.